Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Мои коллеги и я о том, чем запомнился этот вторник. Смотрите далее. Спортивные речники. Устройство новой территории для детей и взрослых. Губернатор обсудил с населением. Точка сердцебиения рязанской культурной жизни. Захар Прилепин приехал на открытие арт-пространства в Есенин-центр. 70% сотрудников МВД вакцинировались. Подробнее расскажет Валерий Седов. Начнем с чрезвычайного происшествия. В Рязани волонтеры ищут 26-летнюю рязанку. Елена Лагунова пропала в воскресенье 25 июля. Она вышла из дома и не вернулась. Приметы. Темно-русые волосы, зеленые глаза. Девушка была одета в джинсы. Джинсовую куртку с капюшоном, белую футболку со стразами и черные кроссовки. С собой у рязанки был бежевый рюкзак. Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба звонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112. О планах тотальной вакцинации в своих рядах заявили в МВД Рязанской области. Компания идет уже третий месяц и показывает хорошие темпы. В некоторых отделах МВД уже привились 100% всего персонала. Как полицейские личным примером доказывают важность процедуры Валерий Седов. Коронавирусной инфекцией Сергей Колпачиков не болел, но коллеги по правовому отделу начали прививаться и он также отправился за первым компонентом. Сначала прошел осмотр у терапевта, откуда получил направление в процедурный кабинет. Сотрудники МВД в группе риска. Они часто контактируют с людьми, поэтому шанс подхватить инфекцию высок. Вот и Сергей, сотрудник правового отдела, тоже решил обезопасить и себя и людей, с которыми он работает. Ежедневно в Рязанскую медико-санитарную часть МВД России на вакцинацию приходит до 50 человек, в том числе и за вторым компонентом спутника. И это за более чем три месяца прививочной кампании. Безопасный укол здесь получают не только сотрудники управления Министерства внутренних дел, но и студенты, будущие полицейские, сотрудники Росгвардии, ФСИН и МЧС. Сотрудникам у нас первым компонентом привелось 3800 пациента. Это около 60% от всего личного состава. Вторым компонентом порядка 2800. Это порядка 50% личного состава. То есть иммунная прослойка у нас сформирована. Пока лучшие показатели у патрульно-постовой службы 93% всех сотрудников привиты спутником ВИИ. Из инспекторов ГИБДД вакцину себе сделал 81% персонала. Те, кто оберегает улицы, важность иммунизации доказывают ежедневно. Личным примером. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Очень важно делать то, что нужно людям. Это не напрасная трата денег, а хорошее настроение и нормальная жизнедеятельность людей, комфорт их проживания. Об этом губернатор области Николай Любимов заявил на встрече с жителями проезда Речникова. В этом году здесь доустановили детскую игровую зону по проекту «Спортивные речники». О чем говорили местные жители с губернатором далее. Лучшая спортплощадка города. Именно так называют жители этого микрорайона свою новую игровую зону во дворе. Горки, качели, турники, где и что поставить выбирали всем миром. Проект на миллион – итог региональной программы поддержки местных инициатив. Прямо глаз радуется, говорят жители. Чувство гордости у нас за наш ТОС. Уважение. И за нашу площадку. Доверие. Все приходят и удивляются, что такая у нас площадка. С лесопарка приходят, люди погуляют и идут заниматься к нам. На тренажеры. Смотрите, сколько у нас тренажеров. Главный мотор и пробивная сила местного ТОСа Нина Прохорова, что и где улучшить, уже точно знает. Здесь подлатать асфальт, там добавить спортивных брусьев. У нас проходят праздники. Мы сами все, вот жители, сами делаем, елку наряжаем. Вот. Фронтовые, когда у нас, вот сейчас это у нас вот коронавирус, нам запреты, да. А так мы фронтовая поляна. Мы собираем людей, сами кашу готовим. Вот. У нас здесь очень хорошие праздники проходят. Народа очень много. Вот. И поэтому вот хотела дорогу это сделать, чтобы она хорошая была дорога. Еще одна важная для речников тема, среди прочих, обустройство причала в лесопарке. Николай Любимов заявил о том, что комплексные работы по созданию пирса начнутся в следующем году. В этом уже провели берегоукрепительные работы. Общение получилось конструктивным. Вопросы были как раз посвящены в том числе развитию лесопарка, рядом торговый городок, развитию торгового городка и развитию пристани. Тоже очень важные вопросы. Они все в работе. И торговый городок мы обязательно сделаем в ближайшее время. Это уже, надеюсь, в следующем году это можно будет увидеть. В этом году проходит работа по проводке необходимых коммуникаций. И, конечно, позаботиться должны будем о создании новой пристани. Каждое обращение, каждый вопрос от людей мы берем на контроль и обязательно добиваемся их решения, заявил Николай Любимов на встрече с жителями ТОС Речники. Поэтому вопрос с ремонтом дороги губернатор пообещал им решить как можно быстрее. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Все в мире. Все, что мы имеем, что мы собой являем, это есть культура. Наша речь, наша мимика, наше сознание – это все построено на нашей культуре. Мы дети Федора Достоевского, Льва Толстого, Аввакума, Сергея Есенина. Мы их прямые наследники. И когда мы перестаем ими быть, мы исчезнем как народ. Обращаясь к собравшимся первым посетителям Есенин-центра, сказал Захар Прилепин, сопредседатель партии «Справедливая Россия за правду». Открытие Есенин-центра Прилепин задумал еще в прошлом году. И вот свое слово он сдержал, убив сразу двух зайцев. Старинный деревянный домик на улице Салтыкова-Щедрина, за который переживала общественность, теперь точно в безопасности. Именно в нем разместилось новое арт-пространство. Судьба деревянного домика с резными наличниками на улице Салтыкова-Щедрина, одного из комплекса усадьбы Попова, с прошлого года беспокоила градозащитников, историков, краеведов и просто неравнодушных граждан. На соседний резной дом во время урагана упало дерево, разрушив крышу. Затем скончался хранитель усадьбы Анатолий Турбин. И многие уже попрощались с памятниками деревянного зодчества. Оказалось напрасно. Задуманный Захаром Прилепиным проект, Есенин Центр получил свою прописку именно здесь, в этом доме. В том числе мы приняли участие, Захар лично, в вопросе по историческому поселению город Рязань. То есть это спасение нашего деревянного зодчества. Нудная, кропотливая бумажная работа, которая в течение года проводилась, и она сейчас уже выходит на очередной этап именно решения. В память об Анатолии Турбине, который всю жизнь боролся за то, чтобы эти уникальные постройки сохранились, в доме организовали комнату музея с личными вещами. А здесь, прямо в этом помещении, он жил. Теперь тут будет школа реставраторов. Мастер Сергей Косырев уже много лет восстанавливает резные наличники, деревянные колонны и другие предметы русского национального искусства. И свое умение по сохранению культурного наследия отныне будет передавать ученикам. Вот наличники реставрируемые, я новые делаю. Вот сделали по моему дизайну, мои ученики как-то сделали. Вот видите, вот эти вот, комплект такой. Вот БК отреставрировали, девчонки, кстати, тоже самостоятельно практически. А это вот они сделали комплект такой мебели. Это в старорусском стиле, здесь и рязанские мотивы, вот старинные. Мотивы это что именно? Орнамент рязанский здесь, вот. Но лев, это такой среднерусский, вот видите, он такой, ну хвост такой, это самый растительный такой, чисто русский. А здесь расположилась выставка работы Александра Зимина. Его искусные предметы резьбы по дереву поражают воображение. Первому гостю Есенин Центра творец сделал подарок. Он был полукровкой, здесь видно, что у него есть немножко татарской крови. Так это и правда. Вот она такая, косая скула. Очень счастлив я этому подарку. Сильнейший мастер рязанский. Я в прошлый раз еще с ним познакомился. Сильнейший. Уникальная библиотека, посвященная Сергею Есенину, выставочные залы для современных мастеров. Пространство для поэтических и музыкальных вечеров. Проект был задуман чуть больше года назад. И сегодня мы присутствуем при его рождении. Тот случай, когда слова не остались. Просто словами. Я написал огромную книгу в серии ЖЗЛ. Это самая большая книга в истории серии ЖЗЛ. Есенин – это точка прорывов в любые события, связанные с Россией, с революцией, с космосом, с бытием, с мужчиной и с женщиной. Он нашел какие-то удивительно важные, самые простые, иногда самые сложные слова, которые скрывают наше сознание, нашу суть, нашу нежность. Он в своих стихах, в некий такой душевный раздрай, когда впал, говорил «Нет, не ставьте памятник в Рязани». Ну мы не памятник, мы музей открыли, мы в полном соответствии с его заветом. Подобное культурное пространство, по словам Прилепина, в России появилось впервые. И это не просто музей, не просто место. Это будет точка сердцебиения культурной жизни Рязани. В задумках и другие проекты, направленные на развитие именно культуры. Ведь, цитата, если мы забываем, зачем есть поэты, художники, мы перестаем быть успешной экономической державой. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской точке кипения – инновационный бум. Здесь проходит форум резидентов Рязанского регионального научно-технологического центра. О своих успехах молодые ученые говорят во весь голос. На встрече с губернатором они заявили, что их методики и практики уже получили широкое распространение. И даже показали свои опытные образцы. Если сила искусства в правде, то сила науки в инновациях. Разработки молодых рязанских ученых из разряда теорий сегодня все чаще уходят в практику. Например, систему распознавания брака на производстве сегодня активно используют кожевинный завод. Сенсоры, камеры, датчики, как это все работает, губернатору показали буквально на пальцах. А затем эти парни провели полноценную презентацию. Другое наше направление, очень серьезное, которое сейчас развивается особенно сильно – это прослеживаемость продукции во время его производства. Это отличает концепции индустрии 4.0, когда мы знаем, какая часть продукции где находится, на каком этапе. Световое оборудование, робототехника, комплексы контроля и управления электроэнергией, системы промышленного зрения. Десятки стендов на форуме – это та самая база будущего технопарка, причем большинство проектов уже живет самостоятельной жизнью. И это при максимальной вовлеченности институтов поддержки. Агентство развития производственных систем и компетенций, Центр мой бизнес, Корпорации развития Рязанской области. Задумали НТЦ, РИНТЦ мы именно не как бизнес-инкубатор, не как просто площадки для размещения каких-то инновационных производств. Это существует много где, скажем так. Понятно, что здесь тоже соблюдаются выгодные условия для разработчиков, для резидентов, пониженная арендная ставка, доступ к инфраструктуре и так далее и тому подобное. Но не только это. Здесь в данном случае важно и обеспечить возможность людям дать то, чем они, собственно говоря, в силу своих, наверное, профессиональных интересов не должны заниматься или не хотят заниматься. Я имею в виду как раз эту поддержку, инфраструктурную поддержку, экспортную поддержку, юридическую поддержку. Сильный бизнес – сильный регион. Главный тезис от Николая Любимова. Именно поэтому разработку и внедрение инноваций власть ставит одним из главных приоритетов и готова поддерживать науку дальше – интеллектуально и финансово. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Телекомпания «Город». На этом у меня все. Смотрите больше новостей на сайте телекомпании и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин